друзья мои приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами поговорим о таком интересном и для кого-то интересном потому что это такой адреналин для кого-то печальном деле как мошенничество в сфере автомобилей не так давно ну или давайте по-другому меня зовут владимир я занимаюсь перепродажей автомобилей и очень часто я эти автомобили покупаю у собственников ну то есть мне такой приоритет мы сейчас не говорим там да кто хороший кто плохой и так далее ну вот я хочу мне спокойнее я так скажу покупать автомобиль у собственника потому что ну во первых я могу с ними торговаться на во вторых у собственника машина всегда подушатанная есть что поделать чем позаниматься как говорится и вот подготовить потому что мне эти услуги как-то дешевле получается делать да и на этом можно заработать денег вот в принципе такая история я не против того что перекупы продают машину это как бы и покупать у перекупов есть у меня перекупы какие-то знакомые у кого могу купить да это мы сейчас не об этом вообще речь идет не так давно обратился ко мне один подписчик не говорит сейчас расскажу тебе одну интересную историю в общем что произошло этот пацан тоже занимается тачками нашел себе интересный вариант машина машина называется honda степ вагон свежие года там ну скажем так от тринадцатого и там до до нынешнего времени вот они нашли машину приехали в город новосибирск у другого города машину продавал собственник ну как мы узнали что это собственно точнее как он понял что это собственно сейчас у нас везде на площадках там на дроме на авито на автору да можно ты когда выкладываешь свой автомобиль там есть галочка продажи от собственника то есть ты можешь выложить ну смысле взять свои права если у тебя совпадает ну твою фио на правах и фио свидетельство о регистрации это все фотоешь и выкладываешь как подтверждение того что ты собственник и дрон там или авито да ставят галочку графе собственник и как бы все и знаете то есть человек который смотрит объявления но и Recently bolche эксперимент начать знаешь что если собственника у нас какие бывают стереотипы на собственники сто процентов мне мonneوا собственники они не перекупы понимаете они же не обманываю только перекупы обманывают вот и у человека соответственно бдительность короче потухает маленького собственник продает значит что значит я могу юридически меньше как-то ну докапываться до машины И скорее всего собственник будет говорить правду Собственники у нас не врут И в общем человек находит машину в Новосибирске Из другого города Приезжает, смотрит, все устраивает Машину посмотрели Машина новая, по низу рынка Для перекупа это вообще подарок, тем более от хозяина Все, посмотрели Вроде документы, подписаны договора Говорят этому хозяину Паспорт туда-сюда Он говорит, ну паспорта нет у меня там По каким-то причинам Есть вот права у меня Смотрите, вот мои права Вот он я, вот договора Все заполнено Все, давайте писать Сели, написали договоры, рассчитались Все, этот человек уходит с деньгами И эти пацаны поехали к себе домой Проходит немного времени Буквально несколько, 3-4-2 Приходит смс От продавца Покупателя В котором написано Не вздумай ехать в ГАИ Тачка двойник В смысле? Как понять двойник? Стали мы разбираться в этой канители Что происходит на самом деле Почему видео О двойниках? Потому что люди Мошенничают Вот в этом Мы стали Ну он мне Написал Мы с ним поговорили там Потом мы нашли еще одного человека Процедура та же самая Приехал человек С другого города Нашел Хонду степ-вагон В Новосибирске Как правило Все они на 124-м регионе Ну Красноярске 24-й 124-й Как правило У машины один хозяин Юридически Если вы будете проверять Эту машину По номеру кузова По номерам Да Все будет стрелять в елочку Просто это Надо понять вообще Каких масштабов Это мошенничество То есть До какой степени Оно В своем роде Просто И в своем роде Жестоко Что ли Я даже не знаю Как сказать И то есть Произошло то же самое Приехал человек С другого города В Новосибирск Тоже купил себе Степ-вагон Уехал на этом Степ-вагоне К себе домой Приехал домой Проходит там Несколько дней Приходит ему смс В ГАИ не вздумай ехать Машина двойник И как бы вот И здесь у человека Стоит выбор Что ему дальше делать С этой машиной Ну то ли ему ее Так продавать Как он купил Да То ли пойти в ГАИ То ли пойти Писать заявление В милицию То ли Продать эту машину На запчасти Без документов Потому что Если она двойник То это просто Кусок железа Да И вот этот человек Второй Перепринимает решение Идет Значит В ГИБДД На что Машину смотрят Проверяют И говорят Извините Ваша машина двойник Документы ПТС Соответствуют Дублирующая табличка Соответствуют ПТС Номера Соответствуют Номера Соответствуют Соответствуют ПТС Это все есть Единственное Есть одно но Номер кузова Оригинальный Не соответствует Сейчас я вам покажу Проблему Хонды То есть К номеру кузова Хонды Чтобы залезть Нужно Разобрать Все Жабо Жабо есть Где дворники И там Вот такая Как в танке Знаете Вот такая штучка То есть Ты туда не залезешь Ни толщиномером Ни руками Ничем И соответственно Вот этим люди пользуются Сейчас я видео Сюда вставлю На своем фите Пример Как это все происходит Вы можете посмотреть И тогда вы поймете Вот примерно Такая же история На всех Хондах То есть Вот есть Пластиковая штучка Заглушка Вы ее отодвигаете И вот там Там где-то вдалеке Есть Номер кузова Это основной Номер кузова Который наносится На кузов Есть еще Дублирующая табличка На большинстве Хонд Она располагается Ну здесь Где-то на телевизоре Вот в этом месте Где-то И поэтому Проверить ее Толщиномером Просто невозможно Для того Чтобы туда подлезть Нужно разобрать Вот это все Все же обуснять И только тогда Понятно будет Что там на самом деле Происходит Вот в этом и заключается Основной момент Проверки Данных автомобилей У кого Много пластика Потому что Чтобы понять Вообще Были какие-то работы С ВИН-номером Ну или номером кузова Проводились Какие-то работы Или нет Вот это нужно Все снять Естественно Если вы приехали Допустим Там тем более На морозе Не каждый хозяин Вам даже даст Это разобрать Да я думаю Не у каждого Желание будет Это все разбирать Вот этим Моментом Данные товарищи И пользуются Это Примерно В своем фите Вам показываю И вот Как бы Вот этим моментом Люди пользуются Итак Что происходит Мы стали вникать В эту схему Нашли еще одно Объявление Машина в реале Продавалась В Новосибирске От данных Деятелей Я так понимаю Это не один человек Там Группа работает Это скорее всего Люди Ну Я не знаю Кто по национальности Но есть определенный акцент Есть предположение Ну по крайней мере Судя по тому Что Люди покупали Да у них машины Говорят что это Либо тувинцы Либо хакасы В общем Ну что то вот Такое Ну как то Как объяснить Вот такой национальности В общем Мы Стали Исследовать Этот вопрос И к чему мы пришли Берется машина Хонда Степвагон Допустим Не растаможенный Там я не знаю Или на Короче Без российского учета Машина Не в розыске Не перебитая Ничего Хорошее состояние Реально Ну прям Нормальная тачка Цена такой машины На площадках Ну Дрома Примеру Да 600 650 рублей Машина там 13-го 14-го 15-го Года Можно купить На 16-го За 700 Там за 800 1000 рублей Что происходит Потом Потом Находится Машина Оригинал То есть Какие требования Должны быть Машины Должны быть Идентичны То есть Если вы Берете Допустим Двойника Оригинал Белый То и двойник Должен быть Белым Комплектация Все Должно быть Один в один И На примере Одной машины Я вам Расскажу Ну Это Опять же То Что мы Смогли Собрать Из всего Этого А Ну я не договорил Сторию В общем Та машина Вторая Которая Была куплена В Новосибирске Человек После того Как ему пришло СМС Он пошел В ГАИ Ему машину Разобрали Посмотрели Сказали В общем Машина У вас Двойник Забрали Все документы Машину Ему вернули И как бы Вот человек Сел у разбитого Корыта То есть У него Нет документов Остался Просто Кусок запчастей Все На этом Мы поставим Точку Машина Которую он Купил Там Образно говоря За 1,3 миллиона Она превратилась Стоить Там 700,600 В лучшем случае Все Мы здесь ставим точку Человек потерял Грубо говоря Там Ну 700,000 рублей Мы находим Ну мы стали тут Вникать в это Во все Мы Нашли один вариант На троне Хонда Степвагон Классная история Новая тачка Практически Один хозяин Запросили номер кузова У данных продавцов И что оказалось Оказалось То что Данная машина То есть Точнее Не данная А машина С этим номером Кузова С этим номером Машины Идентичная машина Оригинальная Ездит в Красноярске А двойник Продается В Новосибирске Люди Которые продают Тачку в Новосибирске Они уверят Что они хозяева То есть Прям Достаточно смело Говорят об этом Да Узнать Двойник Это или нет Можно только Каким способом Либо вам нужно Обязательно разобрать Жабо Либо вам нужно Залезть сканером В мозги Других вариантов Нет Почему? Потому что Когда вы заказываете Отчет По номеру машины Вам приходит Оригинальный отчет Но не на эту машину Вы поймите На другую совершенно То есть на ту машину Которая ездит в Красноярске Которая Не бита Не крашена Реально От одного собственника И вы такие Отчет заказываете Опа Так это же подарок Судьбы Летите сюда Там Тем более Продает собственник Отдаете бабки Забираете машину Приезжаете к себе В деревню Опа Вам приходит СМС Машина Короче На учет Не встанет Ваши действия Продавать так Продавать в минус И так далее Ну мы стали этим Людям писать Звонить В общем Скинули себе В перекупскую группу Чтобы там пацаны Тоже подключились И что произошло Машину с продажи убрали Вот Гарантия того Что эта машина Вылезет снова Нет Этих машин уже Продалось куча Знаете цепочка какая То есть что происходит Вообще Это просто схема Она я говорю До одной степени Простая До другой степени Ну Наглая Берется Ну я сейчас Как бы расскажу Берется Машина Без Не угнанная Никакая Нормальная машина Находится двойник Ну естественно Есть подвязки Где-то ГИБДД Делаются ПТС дубликат Делаются номера дубликат И делается СТС дубликат Также изготавливаются Права Права могут вообще Изготовлены Будет вообще Сейчас Не проблема Сделать права Потом берется Номер кузова Под эту ПТС Номер кузова Может быть Изготовлен на железе Это не проблема И эта планка Просто снимается Жабо Туда эта планка С номером кузова Который им нужно Они туда вставляют Закрепляют Заново Жабо на место И вы такой Ну делаются Дублирующая табличка На телевизоре Вы такой Смотрите Шикарное объявление Продает собственник Туда приезжаете Ну что вы первым делом Делаете Начинаете Сверять номера Чтобы сходились Номера Кузова С номером Который указан Вы их сверяете И Попачки Все сходится Заказываете отчет Отчет идеальный Какие вопросы Ну да Ну и что что на машине Номера красноярские А машина новосибирская Но в этом ничего страшного Нет правильно Мы же привыкли Что сейчас В том же новосибирске Могут быть всякие Различные номера В Москве Тем более Непонятно что происходит И вы такой довольный Берете тачку Думая что Вы поймали удачу за хвост Но в оконцовке Оказывается Что когда вы приезжаете На сверку Когда вас начинают В ГИБДД Проверять гаишники Оказывается Это вообще не та машина Оказывается ПТС вообще Ну Не от этой машины Начинают снимать Жабо А там оказывается Просто приклеен Номер кузова От другой Ну вот это Железяка С номером кузова От Нужной машины Снимают эту Приклеенную Железяку А там оказывается Оригинальный номер Кузова Который оказывается Нигде не зарегистрирован Что делают гаишники Гаишники Возвращают вам Ой вам автомобиль Потому что он Не в залоге Не в угоне Да А забирают документы Ну я не знаю Возбуждает уголовное дело Или нет Но Как бы вот Вы что делаете Вы приходите домой Если у вас Еще это были Последние деньги Которые вы взяли В ипотеку Там на смысле В кредит Да Вы приходите домой Ну знаю одного человека Он после этого Попал в больницу С сердцем Проблемы у него были Вы приходите домой И начинаете Судорожно В голове соображать Что же делать Да А еще перед женой Перед друзьями Вы не хотите Оказаться лохом Потому что вас просто Ну развели Ну по на ровном месте Вы по-быстрому Эту тачку Начинаете выставлять Куда На площадку Дрома Авито И так далее Но вы же честный человек Вы уже пишете Что машина без документов Приезжают к вам Другие чуваки Забирают у вас Эту машину За 600-700 тысяч рублей Без документов Вы такие сели Посчитали Ну минус 600 тысяч Лучше чем Людей я буду обманывать Да Тем более у меня документов Нету Чтобы их продавать Как документы И тут происходит Новая Фантастическая операция Это машина Которую вы продали Она опять Преображается В машину с документами И все идет По новой схеме То есть эти машины Это безысходное производство Вы пострадали Вы эту машину Просто на эмоциях Начинаете тупо сливать Чтобы хотя бы Забрать часть Какой-то денег Особенно если там Жена там Друзья у вас Скажут Да ты лошара Да Ты там Быстро все это Начинаешь перекрывать Как бы Ищешь еще бабок Добавляешь Покупаешь нормальную машину Да Ну минус 700 Ну ладно Эту машину Тебя покупают Опять данные деятели Опять делают На нее документы И она опять Идет продаваться На Дрома Авито Автору И так далее И тому подобное И туда приезжает Другой чувак Покупает опять То же самое И все то же самое До бесконечности Друзья Будьте внимательны Я понимаю Что Возможно После этого видео Люди будут говорить Что надо чаще В ГАИ ездить И так далее И тому подобное Да Как говорится Ну вы этих людей Привяжете к сделке То есть так или иначе Они будут участвовать В этой сделке В данной сделке Никого нет Есть машина Типа Продавал ее Собственник Который находится В Красноярске Ну все понимает Когда приходит СМС Вы начинаете понимать Что это Просто вас Грубо И жестко Развели Поэтому Друзья Вот Как бы Вот такой вид Мошенничества Я не знаю Как это даже назвать Мошенничество Либо это То что Люди сами В какой-то степени Внимательные Почему полиция Не реагирует Ну я понимаю Почему полиция Не реагирует Потому что Люди боятся Ну вот Кто-то Кто купил машину Допустим Понял что двойник Он в ГАИ не пойдет Попробует И так же Слить где-то Потому что Он понимает Что он сразу Потеряет 600 тысяч рублей В лучшем случае В худшем случае ГАИшники машину заберут И она останется Там до разбирательства Кто-то готов На это пойти Идет в ГАИ Ему Он дает машину Забирает документы Но Почему это Не расследует полиция Я не знаю Возможно потому что Люди заявления не пишут Друзья Вот такой был у нас Информационный видосик Поэтому Если вы Как-то пострадали От данной схемы Отпишитесь мне Я думаю Мы еще много Интересных видео На эту тему запишем Вот А потом Это вот Это не перекуп Это чистые мошенники Которые просто Зарабатывают бабки На невнимательности Других людей Кстати У меня есть еще Одна интересная история Как люди Иногда пытаются Но это уже Перекупы чутят Как они Пытаются продавать машины От собственника Хотя они сами Не собственники Если интересно Пиши в комментариях И я запишу еще один Такой информационный Видосик Ребята Всем привет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok